По напрягу, да, как бы, что-то очень нервно играют, на мой взгляд, так не надо. Надо более уважительно относиться друг к другу, но... Ну, поэтому... Друга провоцировать, но зачем? Ну, как видите, вот этот эпизод у Адрианы на Бабкина, кто там прав, победовал? Давайте, давайте. Это и судья, а судья решит. Ну, то есть вас не очень радует, что игроки так именно в стыке постоянно идут, скорее пугает сегодня. Ну, не хотел бы получать травму в такой игре. Очень близко к ней. Подписчики спрашивают, вы за Ямки или вы сболеете? С кого? За Ямки сболеете, Баскетка. Еще следующий вопрос. Леонид Арнольдович, естественно, вы сегодня уже говорили про трансферы, просто мы не спрашивали. Вы говорите, что еще, скорее всего, могут быть покупки. Все, следующий вопрос. Хорошо. Мы тут все обсуждаем и думаем, почему бы такие турниры не делать, например, в России? Мы только что говорили с организатором, он говорит, что это невозможно. Если делать в Сочи, то это будет намного дороже. И очень плохая транспортная доступность. В Москве только для московских команд, я не знаю, насколько это будет корректно. Мы, например, за Москву сюда вышли. Леонид Арнольдович, а почему... Других городов просто нет. А почему плохая доступность? Вы бы были не против, если бы в Москве это все выполнишь. А почему в Сочи плохая доступность? Там же на Чемпионату мира поставили 4 базы, то есть 4 команды там вполне могут быть. В июле месяце в Сочи отели стоят примерно в 3 раза дороже и здесь. Аренда поля примерно в 2 раза дороже. Поэтому с учетом бюджета, мы понимаем, что это хорошо для Краснодарского края, но не очень хорошо. Зимой, да, когда Сочи пустой, там еще можно турниры делать, но опять-таки от погоды зависит, поскольку могут быть сильные дожди. А здесь Среднегория, к сожалению, надо в каком-то из городов делать, не знаю, там в Нижнем Новгороде, например, да еще там в Саранске. Надо просто об этом задуматься, сделать такую базу, чтобы поля были, гостиницы. Просто условный матч Спартак-ЦСК в Самаре или в Саранске может собрать там 20-30 тысяч и доход от бюджета будет. И в Москве соберет 45 тысяч. Леонид Анатольевич, молодежь, я не спрашиваю, там, прошло ли, а неплохо. Просто видно, что уже Ломовицкий такой взрослый, пихает, бросается, жестко играет, Бакаев забил. Есть ощущение, что вот проходит, вот эта смена поколений? Ну, она, вот, правда, конечно, она проходит, она еще не прошла, она проходит. Ей понадобится еще много времени для того, чтобы команда сформировалась. Леонид Анатольевич, Итартас, открытие арена, если точно понимали, будете подавать заявку на проведение финалового Еврокубка после катера? Посмотрим, серфейс надо разговаривать. Это только, так сказать, амбиция, а смысл для команды никакого. Леонид Анатольевич, по поводу Зелуиша, вы сами как вообще? Готовы? Он готов оставаться здесь, он готов, если будет хорошее предложение, уйти. Игрок, который наш лучший бомбардир, поэтому с ним просто так расставаться у нас нет никакой желания. Вы слышали у него в Камере, когда сказали, что Спартак, я Спартака, матч с СССР, но он сейчас не принципиально. Ну, видите, успокоимся. Ну, это тренировка. Ну, мы выиграли, выиграли турнир в этом самом, в Катаре, говорят, ну вот идиоты, выиграли турнир в Катаре, в Катаре после этого плохо играем. Тут проиграем, говорят, ну вот, это тренировка, нисколько не лукавая. Да, игроки для них это как бы как друг на друга, как бы дерби, красная тряпка, они, на мой взгляд, очень излишне эмоциональны, но мы только вчера снизили нагрузки. Поэтому сегодня игроки по скорости, это может быть в лучшем случае 30-40 процентов, если возможность. Есть ли шанс, что в бакете останется, если не у нас договорится, или это уже история с СССР? Ну, он вроде бы собирается уходить, он в достаточно возрастную игру, ему лучше искать ту команду, где он будет имя игровую практику. А не боитесь, что будет, условно, вот сейчас, не дай бог, Жики выбыл, не дай бог, выбыл, и может быть дефицит? У нас четыре центральных защитников. Давайте для будущего тренировка линчика. Спасибо. Спасибо.